Я знаю, что здесь пройдет моя жизнь, жизнь в стеклах витрин. Я растворяюсь в стеклах витрин, жизнь в стеклах витрин. Всем привет, это Антон Мизонов, и в этом видео разбираем, как играть на укулеле, песню группы кино «Жизнь в стеклах витрин». Разбирать будем на основе моего укулеле-кавера, ссылку на который я дам в описании и в подсказках, и план урока у нас такой. Сначала, чтобы у вас был мгновенный результат, я просто покажу вам аккорды, чтобы вы могли играть эту песню тем ритмическим рисунком, который уже хорошо знаете. Затем мы разберем ритмический рисунок, который я применяю. По сути, это бой шестеркой, но в нем есть вот этот элемент глушения, я его вам покажу. Затем для особо настойчивых я покажу, как я отобразил вот этот вот риф. И в конце урока для самых настойчивых я покажу, как я отобразил романтическую вставку, которая у нас идет между первой и второй половиной второго куплета. Вот примерно так она звучит. И она же еще используется в конце этой песни. Итак, погнали. Аккорды. Начинается все с бравурного такого вот вступления. Эти же аккорды потом пойдут, кстати, на припев. Я беру два разных ми минора, потому что сначала я беру обыкновенный вот такой вот ми минор. Я надеюсь, что я отдаю диаграмму аккорда вот здесь. А затем в конце, где у нас идет четыре восьмушки и потом завершающие. Бамс! На начало следующего такта. Я беру вот такой вот ми минор. Я не знаю, представлен ли он в аккордовых каких-то таблицах. Но выглядит это так. Первую струну мы зажимаем на втором ладу указательным пальцем. Затем вторая струна открытая. И третью струну мы зажимаем безымянным пальцем на четвертую ладу. Четвертая струна остается открытой. Зачем я это делаю? Это делается для того, чтобы вот здесь вот у нас возникал такой большущий унисон между второй и третьей струной. Дублируется нота ми. И это больше похоже на гитарную квинту, которая в этой песне в таких местах. Хотя вообще-то здесь не квинт, а здесь полновесный аккорд. Потому что у нас ноты си, потом ми и соль. Но так или иначе я беру вот так вот. Вот именно в таких местах. Если вам лень морочиться, нет проблем все время играть один и тот же ми минор. Звучать будет примерно так же. Хорошо. Это было самое вступление. Потом идет ведущий рифф и поверх него поется вокалист. Вот сейчас мы разбирать не будем вот эти штуки. Просто играется у нас ля минор. Потом соль мажор. Си. Ми. И так два раза. Заметьте, что сначала мы играем и держим такт без пения, а потом вступаем. Я, как и обещал, в самом конце покажу, как рифф играть. Сейчас просто, чтобы у вас не было вот этих заморочек, вы не отвлекались на эти... Которые я и сам-то толком не всегда могу сыграть. Просто показываю аккорды. Затем аккорды куплетов. Ля минор. Темные улицы тянут меня к себе. Соль мажор. Потом си минор. Я люблю этот город, как женщину икс. То же самое дальше. На улицах люди, и каждый идет один. Я закрываю дверь, я иду вниз. Казалось бы, все просто. Ну, не казалось бы здесь, на самом деле, все просто. Ля минор, соль мажор, си минор и ми минор. Интересность состоит в том, что песня вообще-то в ми миноре. И начинается она не с тонического аккорда, не с ми минора, а именно с ля минора. Темные улицы тянут меня к себе. То есть, как бы, отстранение такое идет. Я люблю этот город, как женщину икс. И только потом, в самом конце, мы приходим в тонический аккорд. Знал об этом Виктор Цой или нет, неизвестно. Но почему бы не предположить, что он знал гармонию, если он писал такие гениальные песни, что ему мешало разобраться в основах гармонии. Интересно. Едем дальше. Припев здесь у нас начинается с аккорда до мажор. Я знаю, что здесь пройдет моя жизнь. Затем соль мажор. Ля минор. В общем-то, на этом аккорды заканчиваются. Дальше самое время переходить к разбору ритмического рисунка. Что у нас здесь с ритмическим рисунком? Это старый добрый бой шестеркой, который, если бы это был чистый бой шестеркой, выглядел бы вот так вот. И, кстати, так на самом деле тоже можно играть. Но все-таки я решил сыграть немножко по-другому, с глушением. Почему? Потому что мне хотелось передать вот этот вот ритм. Пам-пам-пам-пам-пам. Когда идет этот отскок на слабую восьмушку с самого начала. Пам-пам! Соответственно, что делаем? Ритмический рисунок, например, до мажора, показываю. Большой углебный трунь. Затем хлопаем вот так вот, прям всеми пальцами указательным ма. Средним, безымянным. Просто по грифу. Если какие-то призвуки будут, не пугайтесь. Это часть нашего плана. Упали. Бочка малой. Потом вот этот вот отскок. его сделать очень просто просто как приезжали струны все куда попали не суть там плюс-минус неважно и сильно сдернули получается вот это вот и затем закрыли такт удар снизу удар сверху удар снизу удар снизу все делаются указательным пальцем удары сверху среднего безымянным ту-ду-ду и так запетлили сейчас будет любимая часть моих разборов я при монтаже все замедлил вдвое и это все будет звучать как испанская гитара хорошо с ритмическим рисунком разобрались так теперь у нас риф который я обещал разобрать там юрий каспарян играет повторяющиеся фигуры и их достаточно просто сыграть на гитаре сдвигая аппликатуру а здесь для того чтобы впихнуть риф мне пришлось воспользоваться тем что укулельки здесь вот высокая струна 4 сначала начинаем вот эти вот четыре ноты это мы прижимаем сначала вторую струну на третьем ладу средним пальцем затем переход на 2 лад на указательный палец затем она у нас открытая и затем у нас указательный палец прижимает третью струну на втором ладу и так надо сделать два раза такой кусочек гаммы и достаточно быстро сейчас при монтаже замедлил вдвое и вот после того как вы это сделали нужно перейти на аккорд ля минорда еще и с пением я постарался сделать это максимально комфортно для себя чтобы разные пальцы были задействованы но есть конечно неприятный один трюк это дело в том что мы играем это все фигуру вот эту вот из четырех нот мы играем указательным и безымянным пальцем а затем нам надо вот так вот как-то раз сместить указательный палец и среднем переставить вот сюда на аккорд ля минор немножко рвано получается если долго посидеть наверно можно добиться плавности и и дальше следующий фигур который у нас идет на аккорд си минор я играю на четвертой струне все на одной струне то есть мы начинаем с 5 лада затем у нас 4 лад затем на старой лад и открытая струна вот струна у нас открытая в данный момент соль звучит и перехватиться как раз есть время чтобы схватить си минор да и схватив си минор еще и запеть сейчас при монтаже опять замедлю вдвое но я до этого замедлял вдвое только укулеле а тут мне еще придется петь поэтому сейчас наверное будет звучать укулеле как испанская гитара на которых играть динозавр вау 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 Если вы выдержали это, то, наверное, вам уже не страшно ничто. Спасибо за то, что продолжаете смотреть мое видео. Так, аккорды разобрали, ритмический рисунок разобрали, риф разобрали. И что у нас осталось? У нас осталась романтическая вставка, которая идет вот в этом месте. И вот я иду, и рядом со мной идут, и я смотрю на них, мне кажется, это дом мод. Похоже, что прошлой ночью был звездопад, но звезды, как камни, упали в наш огород. И вот дальше вставка идет. Ну, что я делаю? Сначала у меня вот такой красивый аккорд. Это ля-минорный нон-аккорд, задержанный девятой ступенью. И он звучит красиво сам по себе. Даже если этот разбор вам ничем не поможет, но вы играете на укулеле, пожалуйста, вот такая простая идея. Нужно зажать крайние струны, первую и четвертую, на втором ладу. И сразу уже какая-то такая романтика. Давайте я сейчас при монтаже этот аккорд замедлю вдвое, чтобы была еще большая романтика. Итак, мы его играем. И затем мы вот с этого нон-аккорда мы переходим на ля-минорный септ-аккорд, который, как известно, на укулеле прижимается вот так. Здесь ничего прижимать не надо. Он на слабую долю идет. Затем вот такой вот аккорд прижимаем. Это у нас получается опять-таки ля, но задержанной не второй ступенью, а задержанной четвертой ступенью. И после вот такой слайдик надо сделать на третьей струне со второго лада на четвертой. Ну и после этого перейти на аккорд соль-мажор. А дальше я ничего не отображал. Дальше я понадеялся, что если мы это играем на укулеле, и если человек слышал песню «Жизнь в стеклах витрин», то ему мозг достроит эту мелодию. То есть дальше просто играем си-минор и ми-минор. Если вам все равно ничего не понятно, я при монтаже замедлю вдвое. Я, кстати, сам не знаю, как это будет звучать. Ну, интересно, вместе послушаем. Итак. Большое спасибо всем, кто досмотрел до этого места. Вместе с вами был Антон Мизонов. И это был разбор песни «Жизнь в стеклах витрин» группы «Кино» с альбома «Ночь» прекрасного переходного альбома. Почему переходного? Потому что мне кажется, что это альбом переходного периода между условной восьмиклассницей и между условной группой крови. И я очень люблю этот переходный период в творчестве Виктора Цоя. Хотя я вообще очень люблю творчество Виктора Цоя. Очень жалко, что он от нас так рано ушел. По-моему, это был прекрасный парень и прекрасный композитор, и прекрасный автор стихов. И, по-моему, он был гораздо больше, чем просто человек. Ну так вот, что-то особенно потустороннее есть в этих альбомах. Ночь — это не любовь, когда уже не восьмиклассница, и еще не группа крови. Итак, вместе с вами был Антон Мизонов. Подписывайтесь на канал. Если вам нужны индивидуальные уроки, пишите в личку. Мы с вами обо всем договоримся. Можно оставить какую-то информацию в комментариях. Еще увидимся.